Борисович Николаевна, во-первых, хотел Вас поздравить с назначением, ну а второй вопрос проговорить планы на 2015-2016 год. Сейчас мы формируем бюджеты в сфере культуры. Первые так называемые нулевые чтения уже пройдут в сентябре месяце с участием депутатов городской думы. В течение месяца я объехал и посмотрел несколько филиалов библиотек. У меня есть вопросы по их развитию, по поддержке, по обновлению библиотечных фондов, по сотрудничеству с комитетом по физической культуре и спорту в части развития филиальной сети шахматной школы. Мне бы хотелось услышать Ваше мнение, Ваше видение. Мы хотим действительно проверить, какие фонды у нас есть, какие фонды востребованы, какие фонды нет. И большое желание привести эти фонды в такой вот, встроить глобальную проверку, встроить порядок, чтобы действительно череповчане могли прийти и увидеть, что библиотечные фонды, они не просто стоят на полках, да, они могли прийти, взять, посмотреть, увидеть, какие красивые и хорошие здания есть в библиотеках. У меня к Вам просьба и поручение уделить особое внимание сохранению и развитию филиальной сети. То, что необходимо с точки зрения косметических ремонтов, текущих ремонтов, попытаться запланировать на 2016 год и аргументированно обосновать эти потребности. Второй вопрос – это обновление фондов библиотечных, посмотреть, чем можно помочь. Третий вопрос – это обучение кадров по работе с электронными каталогами, чтобы можно было посетителям получать соответствующие консультации, разъяснения. Это очень важно. Ну, а четвертое – это внимательное отношение к представителям различных общественных организаций, спорткомитета по расширению сотрудничества и по рациональному использованию тех площадей, которые у нас есть в филиальной сети. Ну и, соответственно, те ваши идеи, которые вы продвигаете, чтобы они приживались в филиалах, то есть не только в центральной библиотеке, но и во всех частях города. Это касается и детских библиотек, и библиотек для взрослых. Поэтому уделите, пожалуйста, вот этому направлению особое внимание. Считаю, что филиальная сеть должна не только сохраниться, но и развиваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!